Всем привет! Это Татьяна Чувильчикова. Я психолог и психотерапевт. Сегодня мы с вами будем разбирать этический кодекс психологов, который установлен для любых сообществ. То есть я буду говорить какие-то универсальные правила. Опираться я буду на профессиональную литературу, на достаточно большое количество изученных мною кодексов разных профессий. И я сделала такую выжимку из этического кодекса, которая имеет значение наибольшее для взаимодействия клиента и терапевта. И это такая база, которую нужно знать в первую очередь клиентам. Потому что терапевты, по идее психологи, они должны знать эти правила по умолчанию. Но вот встает вопрос, каким образом клиент может удостовериться, что его психолог соблюдает этический кодекс. Если вам это интересно, досмотрите, пожалуйста, до конца. Напишите свой комментарий, может быть, вопрос. Поставьте лайк, если понравится. Так что давайте начинать разбор этического кодекса. Первое, с чем сталкивается клиент, когда он ищет психолога, это самопредъявление этого самого специалиста. То есть то, каким образом позиционирует себя человек в публичном пространстве. То есть сейчас мы с вами поговорим об этике рекламы. То есть каким образом психолог может этично рекламировать себя, рассказывать о себе, предъявлять какие-то свои способности, образование, цену и так далее, и так далее. То есть вот первое приближение, да, какие здесь есть правила. Психолог не должен сообщать ложных сведений о своей квалификации. Здесь имеется в виду, что если он говорит о каком-то уровне своего образования или каком-то опыте работы, должны быть предъявлены доказательства для того, чтобы клиент мог это проверить. Иначе это будет вызывать подозрение. Соответственно, если психолог не может документально подтвердить какие-то сведения о своем образовании или какой-то другой своей квалификации, или о каком-то своем опыте работы, он не имеет права сообщать об этом. Также здесь имеется в виду, что психолог не может говорить о том, что он работает в том или ином терапевтическом подходе, если он не обучался этому подходу. Человек не может называть себя психоаналитиком, если он не обучался в длительной программе по психоанализу. Человек не может называть себя гештальтерапевтом, если у него нет сертификата, подтверждающего, что он гештальтерапевт по стандартам ЕАГТ, то есть Европейской ассоциации гештальтерапии и так далее. То есть, если мы говорим о каких-то краткосрочных курсах, они не дают права присваивать себе звание терапевта в том или ином подходе. Это тоже важно понимать. Следующий пункт, который недопустим в рекламе психолога, это преувеличение. То есть, когда специалист говорит, что я лучший специалист в своей сфере, или у меня там 100-500 довольных клиентов, или я работаю в единственно подтвержденном научно доказанном подходе. То есть, вот такие преувеличения, такая гипертрофия является открытым манипулированием потенциальным клиентам. Это недопустимо. Во-первых, это открытое введение в заблуждение, потому что не существует какого-то одного лучшего специалиста, потому что не существует единственного научно доказанного подхода, потому что мы не можем быть уверенными в том, что все 100-500 клиентов, которые к нам приходили, они нами довольны только потому, что они были довольны в момент завершения терапии. Мы не знаем, как поменялось их мнение через какое-то время. Плюс это, естественно, такая открытая, совершенно явная манипуляция чувствами потенциального клиента, что недопустимо для психолога. Также недопустимым в рекламе является обещание гарантии результата. Вообще про гарантии результата в психотерапии у меня есть отдельный ролик, вы можете его посмотреть. Я оставлю ссылочку в описании к этому видео. И вот про гарантии, если мы так вкратце попробуем сказать, невозможно, это в принципе просто невозможно гарантировать какой-то результат в психотерапии, потому что мы не можем гарантировать то, во-первых, что мы не контролируем, во-вторых, то, что мы не исследовали, и в-третьих, мы не можем гарантировать воздействие на тот объект, который обладает собственной волей. То есть, я не знаю, там ни один врач не даст вам гарантии на то, что подействует лекарство или на то, что операция пройдет успешно. Даже в медицине даются гарантии только на любые неодушевленные объекты, там, я не знаю, на то, что имплант у вас не разрушится, на то, что там, допустим, имплант приживется или нет, гарантии не дают. Гарантии дают на то, что он не сломается, например. В этом смысле вот только на что-то неодушевленное мы можем давать гарантии. Там ни один кинолог не даст вам гарантии, что он выдрессирует вашу собаку там за месяц, а не за три, за пять, за десять. Ни один тренер в спортзале не даст вам гарантии, что вы похудеете за три месяца на, там, десять килограмм. Ни один мастер маникюра не даст вам гарантии, что ваши ногти не сломаются за три недели и так далее. То есть, эти гарантии, в принципе, невозможны, когда мы имеем дело с живыми объектами. И если специалист эти гарантии дает, это тоже является введением в заблуждение и манипуляции. Следующий момент – это размещение отзывов клиентов. То есть, для психолога является этическим нарушением, если он сам размещает клиентские отзывы на каких-то своих площадках или приглашает клиентов размещать отзывы на тех площадках, которые он не регулирует, не контролирует. Соответственно, в чем здесь нарушение? Потому что вот этот пункт, он очень у многих вызывает недоумение, люди не понимают, почему это нарушение. Отзыв является недостоверной информацией о специалисте. Во-первых, человек может написать свой отзыв, очень хороший, просто потому что он не понимает, какой должна быть психотерапия. Во-вторых, он может написать этот отзыв в состоянии идеализации, скажем так, когда ему кажется, что это прекрасный специалист, и через какое-то время он разочаровывается. Следующее. Специалист имеет возможность редактировать отзывы, которые размещаются на его площадках, размещать ложные отзывы как на собственной площадке, так и на других, под другими аккаунтами, например. То есть сама по себе вот эта вот функция размещения отзывов, она создает прекрасное поле для мошенничества, для манипулирования, для создания ложной информации и так далее. То есть, в принципе, этика предполагает, что мы вообще не создаем такой возможности, которая может вызвать у нас шанс или какую-то вероятность ввести клиента в заблуждение тем или иным способом. Мы просто это не делаем. Этическим нарушением также является сообщение о каких-то собственных компетенциях, которые не имеют отношения к конкретной профессии. То есть, когда психолог сообщает о том, что у него там пятеро детей, что у него три высших образования, что он прошел через какие-то жизненные перипетии, которые тоже никак не относятся к его профессионализму. То есть это как будто соблазнение такое клиента вторичными признаками, которые не могут никакого отношения иметь к квалификации специалиста. То есть, хороший детский психолог, неважно, есть у него дети или нет, это никак не влияет на его квалификацию. Хороший семейный психолог, неважно, замужем он женат, есть ли у него семья, был ли он разведен и так далее. Это тоже никак не соотносится с его квалификацией. Поэтому вот такие вторичные пункты, вторичная какая-то информация о себе тоже создает почву для манипулирования, поэтому это неэтично. Следующее – это манипуляция с помощью предъявления каких-то личных душесчипательных историй про маму-алкоголичку у психолога, про какие-то болезненные разводы у психолога, про отношения с нарциссом у психолога, из которых она, точнее, героически как-то вышла. Это тоже является, во-первых, манипулированием, во-вторых, создает, опять-таки, почву для мошенничества и обмана. Поэтому мы не сообщаем о себе никаких историй с целью соблазнить клиента прийти именно к нам в терапию. И последний пункт, который касается этики рекламы, это когда психолог не должен использовать клиентские истории в своих социальных сетях именно с целью рекламы. Очень любят, да, вот эти вот клиентские кейсы рассказывать, как все прекрасное, успешное, какая терапия у них была, каким образом чудесным специалист помог. Это тоже не является этичным. Даже если там отзыв или клиентская история размещается с разрешения клиента, это все равно делать нельзя в любом случае, потому что клиент не объективен, клиент не понимает последствий этих нарушений, клиент вообще, в принципе, не отвечает за соблюдение этического кодекса, потому что он в этом ничего не понимает. Поэтому вот когда говорят, что это разрешение клиента, и поэтому, значит, а что такого? Ну, как бы клиент – это не человек, который разбирается в этике психотерапии. Не нужно вот сваливать все дело на клиента. Соответственно, когда этично использовать клиентские кейсы? Только в литературе научной для специалистов или для обучения психологов, да? У нас какие-то берутся клиентские кейсы как примеры определенной проблематики. Но никогда клиентские кейсы не используются как реклама успешности своей работы. Это неэтично, и это тоже соблазнение. Ну вот, например, мы проверили по всем этим пунктам специалиста, вы его выбрали, вы к нему пришли. Какие дальше этические правила начинают действовать, когда вы уже работаете с психологом? Да, вот у вас там первая встреча, и вы можете как-то оценить, что это за специалист, и какие этические правила он соблюдает. Мы поговорим сейчас о том, кого психолог не должен брать в работу с самого начала, то есть он должен отказать человеку. Он не должен брать своих друзей, родственников, знакомых и любых других людей, с которыми у него есть какая-то связь, какие-то взаимоотношения, неважно, насколько они далеки. Это первое. Второе. Психолог не должен брать в работу родственников, знакомых, коллег и так далее, то есть людей, близко общающихся, в терапию к себе одновременно. То есть, например, он не может брать в терапию мужа и жену по отдельности, потому что это пересечение. Он может либо работать с ними совместно в парной терапии, либо он может работать в терапии только с кем-то одним из них. Также психолог не может брать в работу клиентов с подозрением на психиатрический диагноз без совмещения этой работы с психиатром, который этого клиента ведет. Соответственно, если мы подозреваем наличие у клиента каких-то психических расстройств, мы обязаны отправить его к психиатру, получить диагноз, удостовериться в том, там есть заболевание или нет, если есть, то назначено ли лечение. И, соответственно, уже вот в этом случае мы можем продолжать терапию. Также терапевт не может брать в работу тех клиентов, которые приносят ему запросы, находящиеся вне его компетенции. То есть он не может работать с теми кейсами, с которыми он работать не обучался никогда. И еще мы не берем в работу несовершеннолетних или недееспособных клиентов без разрешения их официальных опекунов. Это вот такие базовые причины, по которым терапевт может отказать клиенту в работе. Но при этом есть причины, по которым терапевт не имеет права отказывать в работе клиенту. Терапевт не может отказать по причине пола, возраста, если мы не говорим про детей, для которых нужна квалификация отдельная, подростков, для которых нужна квалификация, и пожилых людей, для которых тоже нужна отдельная квалификация. Все остальное терапевт должен иметь возможность таких клиентов брать. Значит, по возрасту мы не можем отказывать, по полу мы не имеем права отказывать, по расовой принадлежности, по национальности, по ориентации сексуальной и так далее. Соответственно, вот эта любая дискриминация говорит о том, что это нарушение этики. Клиент не может быть дискриминирован со стороны терапевта ни в каком виде. В этом смысле и расизм, и гомофобия и так далее, это все являются совершенно недопустимыми для психотерапевта. В этом смысле я гомофобию, например, встречаю достаточно часто. Почему-то некоторым психологам еще кажется, что для работы с ЛГБТ-людьми нужна какая-то отдельная своя квалификация, и что это что-то там особенное. Своя квалификация нужна отдельная, когда такой человек приносит в работу вот именно эту свою особенность, и человека в этом что-то беспокоит. Но если человек из группы ЛГБТ-людей приносит какой-то обычный кейс для работы, мы можем и должны с ним работать, собственно, как с любым другим обычным клиентом. Дальше у нас есть определенные ограничения с видами запросов, с которыми терапевт не может и не должен соглашаться и брать их в работу как есть. Таких вариантов запросов очень много. Но есть такие типовые случаи. Например, неэтично, если психолог берет в работу такой кейс, что нужно поменять другого человека. Какой-то запрос нереалистичный, невозможный, типа, например, стать человеком, который выдерживает любые перипетии жизни. или перестать испытывать чувства какие-то определенные человек хочет. Или он хочет никогда не ошибаться и так далее. То есть что-то невозможное. Мы не можем брать в работу такой запрос. Мы не имеем права соглашаться на запрос, когда просят полный инструктаж всей своей жизни, когда человек хочет, чтобы психолог говорил ему, что и как и когда делать. Потому что это не обеспечивает развитие психическое нашего клиента. Мы не можем брать запросы от третьего лица, когда клиент приходит не сам, а он приходит по требованию другого члена семьи, или работодателя, или знакомых, или еще кого-то. То есть человек сам не знает, зачем он пришел, но вот его отправили, например, и говорят, сделайте с ним что-нибудь. В этом случае мы должны прояснить с клиентом, действительно ли он сам хочет работать. И мы тогда работаем на запрос этого клиента, а не на запрос вот этого третьего лица, который что-то там хочет, каких-то результатов, например. В этом смысле, в принципе, вмешательство третьих лиц в терапию и допущение этого вмешательства, кроме того, когда это несовершеннолетние дети, является тоже недопустимым, и терапевт должен охранять вот эти вот границы терапии, где никто третий не должен в них вмешиваться. Следующий важнейший пункт, когда уже начинается у нас работа, да, психолог имеет право применять в своей работе только научно признанные методы. Это требование этического кодекса. Здесь крайне важно понять, потому что вы начнете спрашивать, а где прочитать вот эти научно признанные методы? Значит, вы открываете сайт, например, Европейской ассоциации психотерапии. Там есть список подходов, который признан. Или вы можете открыть сайт Американской ассоциации психотерапии, и там тоже есть список подходов, который признан. Соответственно, на списке ОППЛ, например, да, я бы не стала ориентироваться, потому что в России все продается и покупается, и этика вообще там работает в психотерапевтическом сообществе очень плохо. Поэтому, ну вот, мы ориентируемся больше на эти два сайта. И теперь мы поговорим про методологию вообще работы, то есть как должна происходить терапия с точки зрения соблюдения этики. Во-первых, процесс терапии должен происходить в оговоренное время, заранее, да, это фиксированная длительность. Длительность обычно, ну так, стандартно, это не более полутора часов, да, стандартно вообще это час-полтора часа, это, ну, такая, может быть, специфика для каких-то индивидуальных клиентов, у которых есть на то необходимость. Соответственно, количество встреч тоже должно быть заранее оговорено. Это может быть один раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю, или раз в две недели, или раз в месяц. Но здесь важно понимать, что этот сеттинг, да, правила сеттинга должны заранее оговариваться. То есть тут не должно быть хаоса, мешанины, вот мы сегодня делаем так, завтра так, сегодня мы работаем три часа, завтра час, и вот как нам захотелось, там и прочее, да. И должны быть оговорены правила переноса встреч, да, на каких условиях они переносятся. Если мы говорим про очную терапию, то она должна происходить в заранее выделенном для этого кабинете, куда не заходят посторонние люди, где никто не будет мешать, где время будет фиксировано и не будут вламываться какие-то посторонние товарищи раньше времени. То есть терапия не может происходить в кафе, на лавочке или в каких-то других посторонних местах. Это должен быть изолированный и специально оборудованный для этого кабинет. При работе онлайн психолог и клиент должны находиться каждый в своей комнате, и другие посторонние люди не должны туда заходить в процессе терапии. Это должны обеспечить как психолог, так и клиент со своей стороны. Это очень важно, чтобы создать безопасность. Следующий очень важный пункт в этике – это соблюдение конфиденциальности. И здесь тоже есть такие определенные важные моменты. Естественно, мы говорим о том, что терапевт не обсуждает с клиентом подробные какие-то кейсы других клиентов. Мы можем говорить краткие примеры каких-то запросов или каких-то ситуаций, или какой-то проблематики, но мы не можем развернуто рассказывать про какого-то конкретного человека так, чтобы это могло быть узнаваемо. То есть, например, мы можем говорить о том, что «Знаешь, у меня встречался клиент, у которого был похожий на твой запрос, и у него была вот такая, например, особенность». Или мы можем говорить о том, что когда клиент, который озвучивал, например, похожую историю, у меня был, он чувствовал себя вот так в этой ситуации. А как ты себя чувствуешь в этой ситуации? То есть, вот такие вот краткие, как будто бы, выдергивания из ситуации других клиентов, они изредка допустимы. И тут можно понять, для чего это делается. То есть, должны быть какие-то причины для этого, что мы это говорим. Но мы не рассказываем никаких там вот развернутых подробностей про других клиентов. Соответственно, терапевт не использует клиентские кейсы в рекламных целях. Да, мы про это уже говорили. Когда терапевт выносит кейс на супервизию, в супервизорскую группу или на индивидуальную супервизию, он тоже рассказывает этот клиентский кейс так, чтобы клиента нельзя было узнать, исходя из его каких-то жизненных подробностей. Плюс к этому супервизорская группа и супервизор, они также, естественно, в курсе правила конфиденциальности. Это касается и супервизорских групп тоже. Но существуют ситуации, когда мы имеем право нарушить конфиденциальность. Когда клиент может нанести вред себе или окружающим. И мы это понимаем, мы с уверенностью можем сказать, что да, это так. Здесь важно понимать, что мы в этих ситуациях имеем право нарушать конфиденциальность. То есть человек причиняет вред себе либо другим, и мы должны сообщать об этом в соответствующие органы. И еще один аспект, очень важный для этики психотерапии, это так называемый двойной контекст, который очень часто нарушается на самом деле. Я вам сейчас приведу конкретные примеры, как не должно происходить. Во-первых, терапевт не должен брать в работу людей, находящихся в каких-либо отношениях, особенно одновременно. Терапевт не должен приглашать людей, находящихся у него в терапии, в личной, на какие-то другие свои проекты, на группы, на обучение и так далее. Это должны быть разные абсолютно сферы. Мы не перетаскиваем клиентов из группы в личку, в обучение и там, и обратно. Совершенно недопустимо проводить время с клиентами в любом виде за пределами кабинета. Также мы должны понимать, что психолог не может брать в терапию людей, которые оказывают ему какие-либо услуги, и также он не должен работать с ними по бартеру. Еще психолог не должен брать в терапию человека, который уже находится в отношениях с другим специалистом. То есть мы не поддерживаем историю, когда клиент ходит к двум психологам одновременно. Мы не можем в этом принимать участие. Мы говорим клиенту о том, что он должен сначала завершить свою предыдущую терапию, потом уже мы с ним можем начинать новую терапию. Еще один очень важный момент здесь – это про то, что психолог должен получать информацию о клиенте только от самого клиента. То есть он не должен смотреть его соцсети, расспрашивать кого-либо о нем, даже если это известный человек, он не должен как-то специально искать о нем дополнительную какую-то информацию. То есть нам важно только то, что говорит нам клиент. Это тоже очень важное этическое правило. Следующий важнейший аспект – это случаи, когда мы можем говорить об использовании клиента в интересах терапевта. Здесь очень простые случаи, но я их наблюдаю с такой завидной регулярностью, что называется использованием клиента. Первое мы уже проговорили, да, то есть просьба написать отзыв о работе, дать рекомендации, сообщить своим друзьям о том, что вот, пожалуйста, приходите и так далее. То есть мы это дело не практикуем. Мы не предлагаем бесплатную работу или работу за отзыв, или работу за публикацию в соцсети, или работу за бартер и так далее. Это тоже использование. Также мы не просим клиента, если у него даже есть такая возможность, размещать информацию о специалисте, о своем психологе на своих рекламных площадках или в своем блоге. И вот эта самая работа за бартер, про которую мы уже говорили, это тоже является использованием, то есть терапия должна оплачиваться только деньгами. Это категорически важно. Касательно цены. В принципе, нет никаких определенных жестких правил этических по поводу цены, стоимости и так далее. Но есть определенные такие действия, которые могут вызывать, ну скажем так, вопросы. Это спонтанное повышение цены, да, без предупреждения клиента заранее. Это работа с клиентом в долг, да, это нарушает терапевтические отношения. Это работа с клиентом по заведомо более низкой цене, чем у всех остальных, или наоборот более высокой, чем у всех остальных. Это тоже, ну как будто бы, да, такой вторичный процесс образуется. То есть вот все, что такое вот вокруг цены, что вызывает вопросы, оно должно очень делаться аккуратно. Идеальный вариант – это тогда, когда терапевт вообще не публикует стоимость своей терапии нигде, и индивидуально с каждым клиентом он оговаривает ту цену, которую клиент за его терапию платит. В наших реалиях это редко когда возможно, но это вот такой идеальный, этически чистый вариант, как можно вот рекламироваться без каких-то, знаете, вот вопросов. То есть тут мы совершенно полностью устраняем все вторичные возможные проблемы, которые могут возникать из-за цены. Есть еще один момент, такой важный, который в кодексе, например, РПО указывается, про то, что психолог не может организовывать рекламу себе или своему подходу. Там есть такая строчка. Что это обозначает? Это говорит о том, что психолог не может платить третьим лицам или использовать услуги третьих лиц для организации рекламы себе. То есть, например, он не может заказывать у копирайтера статьи, которые он не сам писал. Он не может платить за размещение статей в журналах, и причем сам журнал еще эти статьи напишет. Он не может делать заказные интервью, где ему говорят удобные для него вопросы, и он дает удобные ответы и так далее. То есть, то, чем пользуются вообще инфо-цыгане, все достаточно активно. И теперь вот в конце, то есть я вроде бы так рассказала немножко базовые какие-то этические правила, в конце я поясню и отвечу на самый главный вопрос, который возникает всегда в этих разговорах об этике. Это нигде не написано. То есть, вот конкретно какие-то вещи, которые я сейчас озвучила, они не написаны, а значит, почему я должен это соблюдать. И вот здесь я поясню. Во многих этических кодексах, например, не написано прямо, что вы не можете заниматься сексом с клиентами. Однако же мы все понимаем, что это недопустимо. Соответственно, здесь мы говорим о том, что в этическом кодексе есть такие общего плана формулировки. А вот конкретное, что стоит за этими общими формулировками, терапевт должен понимать, исходя из того обучения, которое он прошел, из литературы, которую он прочитал, из общения с супервизором, которое у него имеется. То есть, там уже начинаются всякие подробности. Потому что вот если расписывать всю эту конкретику, эти этические кодексы будут просто огромными. Это будут такие талмуды там на 20 листов, на 30, не знаю, которые просто невозможно будет использовать. В этом смысле есть учебники по этике, есть отдельно в университетах и в программах по психотерапии обучающих преподается вот эта самая этика, и там объясняется, что, почему и как. То есть, если психолог, психотерапевт понимает, как работает технически его терапия, то есть методологию терапии, у него не возникает вопросов тогда вот к этим этическим рамкам. Потому что он понимает, что если нарушается вот эта методология, это и есть этическое нарушение, да, когда мы нарушаем этику, наша терапия перестает быть терапией. То есть, в этом смысле этический кодекс, он защищает не клиента и не терапевта, он защищает сам процесс терапии. Потому что вот в этих рамках, которые я обозначила, да, и не только этих рамок больше, вот этот процесс остается терапией. Его можно назвать терапией. Когда это начинает разрушаться, то, что вы делаете, перестает быть терапией, и вы просто не имеете права брать за это деньги, потому что вы уже делаете не терапию, а что-то другое. Вот, собственно, мы поговорили про этический кодекс. Если у вас есть вопросы, замечания, не знаю, там еще что-то, пишите в комментарии, заходите в телеграм-канал, там тоже можно все это обсуждать. И увидимся с вами в следующих роликах. Всего хорошего!